еще раз здравствуйте называется привет кто новый заходит привет привет да рассказываю дальше вроде бы почти все присоединились рассказываю дальше то есть на начальном этапе у меня была цель победить в конкурсе к этой цели я шла 4 года и не дошла три года меня вообще никак не брали на четвертый год я прошла полуфинал финал не вошла хотя это платье именно на это платье мне позвали то есть за границу на показ а здесь не восприняли что происходило со мной вот это дикое непонимание что ну вот ступор непонимание ла ну а обида там вот это вот все какая-то и что-то не знаю смешанные чувства да это было но самый главный вопрос был что дальше а дальше что вот я шла к цели теперь цели не у меня был срыв я рыдала у меня в этот день муж бросил курить со стажем с десятилетним курильщиком в этот день бросил курить когда у меня вот этот срыв был я готова была я от него уйти у меня как раз только уехала лиса первая моя очная ученица и был набор на на первые очные потоки то есть вот этот период для меня был очень сложный когда вот этот конкурс закончился и я поняла что стучаться в закрытую дверь бесполезно что-то нужно искать новое да меня пригласили на показ в канны но все равно для меня это был стресс когда четыре года стремишься тебя все равно по башке бьют и нужно было найти найти следующую цель следующей цель я захотела стать знаменитой во всем мире какая-то вот такая цель появилась выйти на на подиумы наравне с нынешними кутерье и так далее то есть я себе поставила такую цель и здесь идет декомпозиция да как некоторые называют что что нужно предпринимать какие действия чтобы дойти до этой цели я понимаю что это может быть и год и 5 лет и 10 лет идти до этой цели но все равно покрупиться помаленько нужно идти к этому всегда очень интересно послушать спасибо первые мысли я тогда записывала сколько модных столиц самых главных 4 париж лондон лондон или нью-йорк не но не помню милан париж наверно лондон и нью-йорк наверно на четыре столицы какая из них самая котируема это париж то есть париж стоит во главе этого я свой журнальчик желание записала париж я я не думал что мы поедем в париж денег не было всегда туго достаточно все шло потому что все что у нас появлялась всегда куда-то вкладывалось опять записала записала в июне посещу париж ну думаю ну пока хотя бы просто посетить чтобы ну приблизиться хоть каким-то образом к цели я нашла этот журнальчик вот буквально когда мы переезжали посмотрела и поразилась тогда ведь меня еще не звали никуда еще никуда не звали а я уже париж написала и париж там и поехали аня вот здесь париж там же поехали я поехала не одна мы поехали с девчонками с группой но желание то выполнилось ну то есть вот этот шаг выполнился еще и не просто поехали а поехали на показ еще и как бы я не дизайнером мамкой мамкой я как-то так себя ощущаю мамкой в это в компании в нашей так что когда выстроены конкретные цели какие-то предположения вы вписываете и потом удивляетесь что половина из этого выполнилась да еще до самой цели далеко это большие деньги помимо денег это нужно что-то создавать да мы ездим сейчас по показам тиффани я сразу говорю что это не официальная неделя моды потому что это очень дорого даже в толпой как бы даже сказать ну то есть это не только денежный вопрос но еще и фейс контроль в плане качество платьев до уровня платья и тогда цель стала шить такого уровня но хотя бы одно это вот сейчас как раз дубайское платье это вот уровень чтобы было не хуже ни зураба мурада никого-либо вообще в мире то есть встать на одну ступеньку хотя бы хотя бы создать одно платье хотя бы показать на то что 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 ты можешь хотя бы и одним да финансов нет на коллекцию 50 платьев да нет команды в 15 рук и так далее но но какой-то шажок хоть потихоньку хоть помаленьку хотя этот год буду это платье шить но я же его сошью в принципе же показать можно а там может случиться все что год платье могут купить за миллионов дубай это реально да либо платье может стать как кого-то заинтересовать там на обложку журнала и так далее преимущества они приходят все приходит к тебе когда ты даже того не ждешь катя роман же здесь у нас наверное катя в кутюр по-русски победила у нее двери двери начали открываться другие такие предложения очень заманчивые незаграничные так далее то есть все это начинает вселенная начинает вам на самом деле помогать это все если у вас стоит конкретная цель вот конкретно может быть даже она кажется несбыточной но потихоньку вы до нее дошкребете и провал может стать но но новой эры вот как для меня провал в игле он был для 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 меня провалом на самом деле нет это был толчком это было что-то там по какой-то помощью для меня и и я стараюсь жить так что когда что-то случается плохое я думаю для чего мне это дано значит я куда-то неправильно и души да значит что-то мне нужно поменять то есть если по башке что-то бьет я просто пытаюсь понять зачем зачем мне подкинула вселенной этот урок то есть пытаясь не влечь да это тяжело бывает там апатия но пытаешься именно вникнуть в ситуацию зачем мне это зачем мне это это не это не не ваше наказание это это для того чтобы что что-то вы поменяли так почитаю а то я сижу сама собой разговариваю как муж это пережил что курить бросил ой не знаю как он ты пережил но ему досталось больше всех он стал виноват во всех грехах и то что он набрал мне очку все целую кучу потоков один за другим я этого не просила это все он сделал о лиса справа за четыре дня берем потоки у меня там были крики и я тебе что ломовая лошади почему ты все на меня сгреб почему типа я должна тут на убой работать ох ему досталось и в хвост и в гриву пережил раз вы еще вместе пережил называется кто-то присоединяется привет спасибо наташа что пишешь англичанам что я не дую инглиш вообще никак с парижем у вас вышло как с карты желаний да да как с карты желаний вышло совершенно верно еще даже лучше чем я хотела кстати почему это это лучший вариант чем я бы ездил со своей коллекцией да я съездил один раз в кан из коллекции дальше вот то есть у нас теперь группы с девочками и так далее я шью одно либо два платья и мне этого достаточно то есть почему я же вам тоже уже рассказывал почему одно платье тоже тоже вариант хороший чем с коллекцией потому что никто не знает ваше это платье или нет остальных девчонок да и когда и это что вы показали картинку что вы там были этого уже для клиента достаточно даже если было одно платье у меня одно платье было на миссис франция а второе платье было на ведущей она сама пришла подошла сказала я помню вас вы были в каннах мне очень нравится ваш бренд можно я одену ваше платье она не выбирала платье она просто дайте просто ваше платье все это было супер приятно и тогда освободилось еще место и оля у нас жабунина свое платье показала на то есть хотя она не претендовала она просто ехала как помощница и платье просто хотела на моделях пофотографировать за кулисами и все ну вот ей такой шанс тоже выпал выйти на подиум потому что мое платье то есть мое место а дело ведущая платье так что так а чем чем хорошо что я не смогу нашибать 10-12 платьев каждые полгода а вы все по одному платью можете шить так же как и я я шью одно платье вы шьете одно платье в итоге у нас коллекция и как бы и и всем хорошо и я помогаю как бы девочкам вкусить всю сладость как бы ну познакомиться с вот это с вот этим за кулисным миром так далее и это не так затратно как бы было если мы ехали все по отдельности и вряд ли мы все по отдельности ездили то есть и так далее то есть это такой это убить два зайца я как бы так это воспринимаю и и я бы не ездила каждый каждый раз вот показав четыре раза в год а я бы максимум ну один успевал ну может быть два и то не и то через раз каждый раз новые платья вот такие сложные не нажми нам не нам не напошиваешь и и и доброе дело доброе дело для спины жене восхищаясь молочина спасибо здесь катя здесь роман на вас сейчас очаровательное платье это блузка это блузка из базового гардероба также базовый гардероб у нас идет сейчас корсет на платье матчевая это только конструкция у нас будет раскладка из шантили и возможно еще подкладка либо черный быть либо телесный будем смотреть уже по в процессе как как лучше спасибо так все машу всем приветики а семья после провалов поддерживала ну да муж поддерживает принципе на данный период да но первые годы я подвергалась гонянием абсолютно от всех мужа родителей так далее никто меня не утешал родители говорили зачем ты это шьешь кому это надо вот зачем ты это шьешь иди лучше детьми занимайся у тебя дети бегают бесхозные картошку иди саде морковку прекрати ерундой страдать это вот родители муж тоже допустим с я сошью платье деньги пришли там 20-30 тысяч охота купить кружку хрен там нам надо за квартиру заплатить вот у нас на бензин на там это не хватает еще там что-то и у меня все время все отбирали вот просто-напросто отбирали говорили зачем эти тряпки опять ты на свои тряпки нам вот надо сюда а если ты сейчас не это а то сейчас вот это то есть всякие манипуляции проходили и и мы часто переезжали из города в город потому что вообще нестабильно мне не нравится я начинаю дальше приезжать вот еще вот как бы где мне комфортно я ищу 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 я не стою вместе и вот тоже может твои платья оставим вот нахрена мы их будем возить они в весь багажник займу твои платья давай их выкинем то есть твои тряпки тряпки вот вот это вот небрежное отношение к моему вот этому всему до тех пор пока это не начало именно хорошие деньги приносить вот эти гонения происходят несколько лет пока вы пока вы приходится приходится против всех переть плакать про себя думать я вам докажу что я знаю что я делаю да вы не видите результатов но вы увидите вы увидите по итогу на данном этапе я уже полгода плачу родителям свою зарплату они снимают монтируют моего мои уроки то есть ну практически полностью содержу родить и поэтому ну как бы все все увидели я думаю и не обижается если видят это так что вот так не не все коварный муж муж вообще коварный если честно муж похож на аврору так было трудно но я справлялась муж пишет со школы кутер под люка муж просто смотрит вперед сейчас он да смотрит вперед раньше не смотрел он вообще не смотрел никак на платье конечно это и по времени и по финансам затратно да вы наверное про платье про дорогие да по финансам затратно я рассказывала как-то в эфирах что на коллекцию маленький цветочек мы с мужем работали на стройке ну мы были как бы как это называется подскажи муж как это называется я то у тебя прорабом была а ты тоже как как это называется посредник между заказчиком и ну короче не рабочими а организаторами вот группы рабочих и мы работали на стройке я месила цемент мы получали хорошие деньги у нас выходило около десяти тысяч в сутки и я с удовольствием месила это дерьмо потому что знала что я потом куплю бусинки и кружавчики и так далее мое платье только красное вышло более ста тысяч затратами вот это платье которое я расчекрыжила куда я его уже убрала я его порезала тоже я маленький цветочек порезала этот порезала это платье тоже исходниками у меня в полтинник вошло я его расчекрыжила то есть у меня такое бывает когда время проходит я вижу косяки какие-то мне оно не нравится я хочу его переделать ну то есть я не просто чекрыжи выбрасываю я разделываю кактошку и используя другие платья как-то дают другую жизнь этому всему как-то так никто не делает такого для своих учеников Евгения вы просто фея для тех кто хочет попробовать свои силы и показать себя на показе спасибо ну есть такое хочется мне когда делаешь для себя никто не радуется на самом деле особо но никто не порадуется все только поплюют тебе в спину когда ты стараешься для других отдача совершенно другая даже если ты недополучаешь чего-то как бы в виде славы там я не знаю или чего-то но мне это делать гораздо приятнее ну да это тяжело понять близким если вас близкие подрядчик Роман Владимирович пишет подрядчик это называется мы строили школу мы объект был у нас электростанция бункер гидроизоляцию делали что мы еще делали дома коттеджи за городом и так далее вот такая вот тема а магазин магнит полностью магазин магнит вот так вот я дышала пылью зарабатывала на свое платье чтобы его только сшить Евгения с огромной благодарностью просто смотря на вас я стала больше времени уделять своему любимому хобби как следствие поверила в себя появилась уверенность в себе спасибо после этого когда когда вы любите когда вы с удовольствием выкладываете а клиенты они потом потянутся если уже не потянулись то все равно скоро потянутся это неизбежно они чувствуют тех кто любит свое дело у меня слава богу поддержка хорошая но насчет участия в кутюр по-русски был скандал отвоевала я участие с ревом хотя плачу свои деньги вот 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 я про тоже мужики они такие скандал у нас Катя Роман после ну конечно не из кутюр по-русски когда выиграла 200 тысяч ее муж даже не порадовался за нее и они вообще развелись вот таких бросать надо молодец Катя что ушла от него я еще по первому мужу поняла что какая любовь когда права сдав роман заткни уши когда вместе сдавали на права я с первого раза сдала а он не сдал он за меня не порадовался я сразу поняла его истинные намерения ну и насчет меня они искренне были явно я вами восхищаюсь спасибо это намеренное у всех кто шьет сперва они понимают для чего мы этим занимаемся а когда все взлетает вот тогда они и видят для чего это делается у меня муж тоже возмущается но меня это не остановит да особенно интересно наблюдать с твоими знакомыми после какого-либо успеха после какой-либо поездки допустим Женя Тимошкова рассказывала она ездила в Париж в Кутюр по-русски участвовала тоже и говорит когда я приехала столько старых знакомых мне написала особенно сестра бывшего мужа объявилась ну то есть когда ты чего-то там начинаешь достигать какие-то непонятные люди которые тебя не уважали недооценивали начинают выплывать что-то там типа я а я ее знаю а я подружка типа а помнишь а помнишь и так далее ну это вот такая вот ну представьте как это действует на знакомых тоже так же это действует и на ваших клиентов какой-либо какой-либо успех какой-либо выход с границы на показ и так далее на клиентов ну действует неумолимо просто и они это это не пройдет бесследно клиенты оценят они пойдут не будут горды что они у вас шили можете пожалуйста сохранить эфир постараюсь сохранить почему-то первый эфир у меня сохранился не в эфир а сохранился в пост сразу какие-то изменения в инстаграме происходят и что-то что-то сразу блин в этот в пост ушло весь наш первый эфир женщина молодец море позитива и боец спасибо на самом интересном прервались если не понимают дома если не понимают дома надо просто рогами в пол уперся и иди ну как бы меньше делиться с ними какими-то своими мечтами ну просто не разговаривать потому что зачастую когда я приходила домой вот так вот обосрут настроение идешь и уже делать ничего не хочется я просто молчала все что касается каких-то идей которые я знаю что они не поймут я просто молчу и ничего не говорю просто да тяжелее когда ты сам с собой все это делаешь когда некому тебя поддержать тяжелее но родственников не выбирают так скажем вот почему кстати на очных мастер-классах интересно происходит в поездках люди которые едут вместе вы вы все мы все одного теста мы все из одной компании одними теми же вдохнули ой мурашки пошли точно значит с одинаковыми идеями представляете заходишь вот такое вот пространство где все мыслят как ты все все дышат все ну допустим если бы ты с мужем пошел на показ раз он бы там сидел там красиво да да красиво и и когда все свои сидят и вот все вот с такими глазами друг друга поддержат обнимают целуют делятся это совершенно другое другие ощущения когда ты вот вот в этой толпе единомышленников это я не знаю как это назвать как это каким словом показать такая семья что ли ты супер Настя привет ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх климата этого нюхнуть. Катя, Катя Роман. Теперь есть настоящий, искренний, который с восторгом смотрит, даже когда просто краю. Я про мужчину. Вообще. Я прям, Катя, я прям чуточку девочкам открою немножко. Катя, у нее не все так просто в жизни по здоровью. то, что она выиграла в конкурсе, грубо говоря, нужно было только на пару месяцев лекарств. А сейчас у нее появился мужчина, который ей помогает с лекарствами все и нашел, и холит, и лелеет, и вдохновение придает. Я очень рада за тебя. Очень рада за тебя, что без мужчины, который любит, наверное, тяжело жить. а если у тебя все хорошо, я тоже, мне тоже хоть тепло на сердце становится, что за тебя хоть не переживать, что там у тебя, как там. Я все равно волнуюсь, когда что-то такое вот не очень нехорошее происходит у кого-то из вас. поэтому я рада. Я рада за тебя искренне. Особенно за мужчину, который у тебя есть, он, который все поможет пережить. Катя, значит, все было не зря. Да, да, вот как говорится, приз приходит тому, кому важнее. Тогда, видимо, Кате очень было это нужно. А если на крой с восторгом смотрит, то это точно то, что нужно Катерина. У меня тоже муж юбки кроит сам. Ну, как бы, сейчас он, да, вовлечен в тему шитья. Доброе утро. Тоже мурашки пошли и слезы навернулись, слушая вас. Супер, здравствуйте. Увидеться очень хотелось и прикоснуться к этому чудесному миру моды. Супер, на следующий год пойдешь, но в этом году, Настя, приходи. Так, все, девчонки, пока вопросы закончились, я буду завершаться, потому что у меня, наверное, уже Алия приехала. Мы сейчас будем уже уроки снимать, потому что надо делать продолжение. Она месяц была в отпуске, и мы многое, что запоздали по съемкам. Так, все, всем пока. Всем спасибо, что пришли. Очень была рада. Будем встречаться теперь на этом аккаунте. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok